Весна сменяют зиму, год идет за годом, а проблемы остаются. Жители так называемой Олимпийской деревни в Кривцово-Ивановского района оказались заложниками непростой ситуации. И пока наша редакция пыталась в ней разобраться и получить комментарии всех сторон. Прошел не один месяц. В 2012 году еще тогда потенциальным покупателям этих земельных участков в Кривцове обещали, как это часто бывает, не жизнь, а сказку. Нам говорили, что здесь будет детская площадка, сквер, ну или даже парковая зона, что там еще, детский сад. В итоге, ну я, конечно, предполагала, что будет гораздо меньше, ну, как говорят, делите на два, но в итоге получилось, что мало того, что ничего этого нет, но еще даже и дороги, оказывается, нам не принадлежат. Хотя мы систематически вкладываем в обустройство этих дорог деньги. Подъездные пути в Кривцове всю зиму чистили едва ли не лучше, чем где бы то ни было. Но это исключительная заслуга тех, кто здесь живет. Сейчас мы идем с вами по Большой Дмитриевской улице, видим с вами заборы, свои дома. Эту улицу мы чистим сами, сами провели свет на ней, а оказывается, по документам, эти дороги ИЖС. Мы не знаем, как жить дальше. У нас дети уже выросли, у кого-то еще они подрастают. Просто мы боимся, живем в страхе, постоянно живем в страхе, что возьмут и выстроят вот здесь дом. И тогда ни этот сосед, ни этот к своему дому не пройдут. Собственников участков дорог в Кривцове сразу трое. Это Дмитрий Корнев, Виктор Дормидонтов и Ирина Початова. Все они, как уверяют жители, что-либо менять в этой ситуации не хотят. Кроме того, Ирина Початова разослала собственникам земли официальные письма с уведомлением. Собственник дороги требует у нас 350 тысяч с домостроения за проезд или проход по дороге. Она не считает это дорога, она считает и земли ИЖС. Это было два года назад. Надо отдать должное, что пока никаких телодвижений в эту сторону не предпринято ей. Но сам факт писем, он есть, требования есть, их никто не отменял. И никто не знает, она может быть затребует за несколько лет суммы, которые она хочет получить за эту дорогу. Когда люди покупали земельные участки здесь, вдали от шумного города, никто не думал, что тихая жизнь не наступит, дороги не ваши. Это все, что они могут услышать на любой вопрос, а значит нет надежды, что эту территорию благоустроят за государственный счет. Собственник не желает идти на какие-то компромиссы, на какие-то договоренности, не хочет передавать земли муниципалитету. Собственник просто хочет их продать. Цифра называлась 80 тысяч за сотку. То есть дорога, наверное, метров 600, вот порядка 4 миллиона. Жители деревни хотят, чтобы власть вмешалась в ситуацию и посодействовала в передаче земель на баланс муниципалитета. Ведь фактически эти участки не используют по назначению. Мы ведь ходили на встречу с Корневым. Мы обратились к нему с просьбой, чтобы он, не хочет ли он передать земли в муниципалитет и доделать то, что как бы было начато. То есть вот эту инфраструктуру сделать как бы общественные, вот дороги эти общественными. Он сказал, почему я должен просто так это все отдать. И как бы отказался, нет, я этого делать не буду. Смириться с такой позицией жители поселка в Кривцове не могут. На протяжении нескольких лет они раз за разом обращаются в различные инстанции. Неоднократно писали во все органы власти, которых это касается непосредственно. И в администрацию Ивановского района, и в администрацию Беленицкого поселения. Они все в курсе, что у нас есть такая проблема в поселке, что земли, которые обозначены как дороги, находятся в частном владении. Кто-то же должен решить в конце концов эту ситуацию. Вслед за жителями и наша редакция обратилась с официальными запросами в прокуратуру, правительство региона и администрацию Ивановского района. На вопрос, каким образом земля под дорогами оказалась в частной собственности, глава района Сергей Низов ответил следующее. У собственника был крупный земельный участок. Он его перепродал другому собственнику. Тот решил реализовать инвестиционный проект. Инвестиционный проект был красивый, с улицами, дорогами, газификацией, электроснабжением. Часть мероприятий была реализована, дороги были построены, отсыпаны в щебни, скажем так, временные. Установлено заборное ограждение, даже проложен газопровод был. Но в последующем возникли сложности с реализацией этого инвестиционного проекта. Я уже не знаю, по какому пути. И когда была перепродажа этих участников другим собственникам, ну, там, положим, их 180 сейчас, да, был договор, в котором предусматривалось, что будет у вас земельный участок, и ей будут подъездные пути. Как видим, на сегодняшний день, в принципе, он соблюдается. Есть участок, у него есть там жители, да, построили дом. Ну, подъезд к земельному участку возможен. Его никто не запрещает, нет ни шлагбаумов, ни канав, да, они подъезжают. У них есть о последнем и о последующем. То есть на сегодняшний день, исходя из договора, который был заключен, он соблюдается. Вопрос в том, что, а сколько времени это будет продолжаться, да, вот, это и беспокоит жителей. Взгляды на ситуацию у власти и жителей сильно разнятся, и волнует их куда больше число проблем. Дмитрий Геннадьевич получил техусловие на газ. Он их не выполнил. Деньги, сданные на заборы, как бы забора мы не видим вокруг нашего поселка. Деньги, сданные на дороги, как бы мы тоже не увидели, он ничего не делал, мы вынуждены были отсыпать их сами. Сейчас 19-й год, мы еще без газа. Мы, конечно, платим безумные деньги за электроэнергию, и конца и края этому нет. Вариантов у нас тоже нет, у нас уже какие-то домовладения. И почему мы просим помощи? Потому что собственники этих земельных участков, которые являются по факту дорогами, они начинают нам выкручивать руки. Как же администрация наша дала разрешение, что эта дорога оказалась в УЖЭСе? То есть вообще какой-то нонсенс. Мне хотелось, пусть администрация нам ответит на этот вопрос. Как же они размечали улицы, как давали разрешение? То есть вот это самый главный такой вопрос, который нам не дает ни газ протянуть, ни дороги наладить, ни освещение. Этот вопрос мы, в свою очередь, переадресовали главе Ивановского района Сергею Низову. Вот на сегодняшний день действительно так. Земельные участки подорога находятся в частной собственности. Поскольку это взаимоотношение двух собственников, администрация вмешиваться в этот процесс не может, мы неоднократно рекомендовали жителям обратиться в суд в защиту своих прав, если они считаются, что они были нарушены. Вместе с тем администрация Ивановского района инициировала проверку. Земля под дорогами находится в категории ИЖС, а собственники должны в соответствии с правилами землепользования и застройки перевести их в категорию земель общего пользования. На первую проверку собственники не явились. Сейчас повторная, в случае их неявки, ну и даже явки, по большому счету будет административное наказание, скорее всего, в виде штрафа. Мы намерены обратиться в суд о ненадлежащем использовании земельных участков, и уже суд примет решение, кто прав. Собственник земельного участка, в чем владение находится, дорога, либо администрация Ивановского района. Других действий мы совершить не можем. По нашей просьбе в правительстве региона состоялось совещание с участием заместителя губернатора Ивановской области Сергея Коробкина, где обсуждали ситуацию в Кривцове. На встрече присутствовали не только представители власти, жители, но и собственники земельных участков дорог. Договориться о том, чтобы передать землю в собственность муниципалитета, не удалось, и вряд ли когда получится. И даже то, что мы сейчас переведем, скажем так, из ИЖС этот участок под дорогу, он будет называться, но он все равно останется в частной собственности. Самое удобное, и что мы давно уже рекомендовали, все-таки собраться и договориться. Тем более, что я думаю, они пойдут. Понятно, это будут финансовые траты, но это будет самый легкий и самый быстрый путь. Если же этого не произойдет, мы будем продолжать отстаивать интересы неопределенного круга лиц, большинство граждан. Есть еще одно решение – организовать такой вид обременения на земельный участок, как публичный сервитут. В таком случае многие вопросы отпадут сами собой, и, например, проложить газ по этой земле будет в разы проще. Либо, как подсказывали жители на совещании в правительстве, пора употребить власть. И в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса просто изъять эти участки, как неиспользуемые по целевому значению более трех лет. Начать строить на дорогах населенного пункта жилые дома просто нереально. Я понимаю, что кто-то нарушил закон, простите, из чиновников Ивановского района, кто-то уже и сидит, очевидно. Но ошибка сделана. Это государственная структура, это организация, которая как бы-то власть наша. Ну, наведите порядок, приведите все в соответствие. Уже как-то, ну, давайте как-то людям дайте жить. На этих опорах, по крайней мере, в ближайшее время не появится уличное освещение. Дорогу не заасфальтируют. Более того, даже право провести кабель для интернета и ТВ провайдер отстоял лишь по решению суда. Если региональные власти не смогут помочь, а пока не взяли паузу для размышлений, жители будут добиваться решения своих проблем на самом высоком уровне через Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента. Люди понимают, что добиться справедливости будет непросто. Ведь слишком дороги дороги в Кривцове для их собственников. Но дорого они обходятся и жителям, которые вынуждены обслуживать подъездные пути за свой счет, чтобы не утопать снегу зимой и в грязи весной. Неторопливость поселковой администрации, администрации Ивановского района очевидна. Это дополнительные затраты для муниципального бюджета на содержание новых кривцовских дорог, судебные процессы с собственниками. Словом, ненужные хлопоты. Только налоги эти жители платят так же, как и все остальные в том же Кривцово, где буквально через дорогу есть и свет над дорогами, и газ, и прочие блага. 17 апреля исполняется ровно месяц того момента, как администрация Ивановского района должна была выполнить поручение заместителя губернатора, которые касаются проверки целевого использования соответствующих земельных участков. Ответа у жителей пока нет. Как нет, информация о том, чем завершилась прокурорская проверка по данному вопросу.